Ну что ж, авторитарные тенденции, цензура, разгром оппозиции. Олег, я думаю, многие украинцы, голосовавшие за господина Зеленского, не такой хотели бы видеть Украину. И дело даже не в сегодняшней ситуации, которая связана с боевыми действиями, потому как определенные тенденции уже просматривались в первый год его президентства. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в нынешней украинской власти, потому как в какой-то момент вся оппозиция, которая была представлена оппозиционной платформой «За жизнь», тем же блоком Петра Порошенко и Юлия Владимировна Тимошенко, все испарились, либо же объединились перед лицом общего врага. Но так ли это на самом деле? Все не так. На самом деле трагедия нынешней украинской власти, трагедия Украины, это как раз-таки потеря суверенитета и независимости этой страны. Беда этой власти – это ее полная зависимость, несамостоятельность, невозможность принять решения. И это началось и сейчас, не только с момента начала России специальной военной операции. Мы видели это и несколько лет назад, когда трудно себе представить, например, в Беларуси, я вот белорусский политик, белорус, чтобы нашему президенту позвонили с Белого дома, с США и сказали, что вот этого генпрокурора быть не должно. Мы же прекрасно помним историю, как Байден недавно хвастался, что он прилетал в Киев на три часа для того, чтобы снять какого-то чиновника. То есть Украина не в состоянии принимать решения ни о мире, ни о переговорах, ни о каких-то других вопросах. Это трагедия. Из этого вытекает все остальное. И война, и продолжение боевых действий, и ситуация в экономике. Потому что за эти годы, за вот эти последние 8-10 лет распродано все. И куда распродано? Не украинскому народу. Я бы очень хотел, чтобы владельцами земли, фабрик, предприятий стали украинцы. Но это неправда. К сожалению, стали владеть люди за рубежом. И от этого опять это вытекает. Вот мы говорим сейчас об оппозиции украинской. Ее же стали уничтожать не сейчас, не год назад, не два года назад. И не в 2014 году, а еще раньше. Просто в 2014 году мы увидели вопиющие факты, когда людей стали убивать за их позицию. А то, что оппозиция в Украине есть, то, что огромное количество украинских людей и политиков, которые бы хотели быть политиками, выступают с одной программой даже. Не будем сейчас спорить. Одна у них программа. Самостоятельность и независимость Украины. Это право украинского народа. Мы всегда мечтали об одном. Чтоб украинский народ сам решал свою судьбу. Сам решал, как ему жить. Сам строил свою страну. Беларусам больше ничего не надо. За что уничтожают политиков украинских оппозиционных? Только за одно. За одно хорошее слово про Россию. Для Запада Украина нужна только для одного. Им плевать, как живут украинцы. Им плевать на демократию, свободу. Вот то, что сказали в сюжете, что европейцы переживают, что у них один канал. Да плевать им, сколько там каналов. Это обман. Им плевать. Это слова. Словоблудие. Ложь. Европе плевать на выборы. В Украине. В Белоруссии. В любой стране другой. Нужно было одно. Превратить Украину в антироссийский плацдарм. И использовать ее для этого. То есть у нас сегодня будет возможность пообщаться с депутатом Европарламента. Почему эмоционально? Я надеюсь, что не у всех европейцев такая позиция. Потому что Беларусь хотели в 2020 году превратить то же самое. Вот и все.